Всем привет, меня зовут Влада Подушкина, и сегодня я вам покажу, как же все-таки стать профи в трейдах в Ройл Хае за короткое время. Но перед началом этого видео, пожалуйста, подпишись и поставь лайк, а мы начинаем. Для начала начнем со стандартных вещей, например, как открыть зону трейдов. Для этого вам нужен минимум 75 левел, чтобы открыть эту зону. А после того, как вы достигли 75 левела, у вас есть два способа, как туда добраться. Через карту, либо через землю на НЛО. Теперь давайте-ка посмотрим, что находится в самой зоне трейдов. Когда мы входим в зону трейдов, у нас вылезает такая вот табличка, где рассказываются правила трейдов. А именно, первое правило, никогда не совершать кросс-трейды. Кросс-трейды это обменивающие из разных игр. Он очень хороший, но опасен, так как вас могут обмануть легко, и риск огромен. Но существуют люди, у которых есть пруфы, а именно доказательства того, что этот человек вас не обманет. Но все равно, будьте осторожны, ведь кросс-трейды опасный вид трейдов, как я вам и говорю. Второе правило, это не совершать трасс-трейды. Трасс-трейды это трейд, где вы даете человеку наперед, а он добавляет вещь взамен. Трасс-трейды еще опаснее кросс-трейдов, так как можно сказать, что трасс-трейды за маской называются обман. Вряд ли найдется человек, который реально вас не обманет, а если такой есть, то вы не знаете, какой именно этот человек. Приведу пример. Вы захотели получить ивентовую юбку с летнего обновления, когда у вас еще зима. И вы ищете в трейде человека, у которого есть эта юбка, и он ее трейдит. К вам подходит человек и говорит, у моей подруги есть эта летняя юбка. Если ты хочешь, ты можешь через меня предложить что-то выгодное за эту юбку. А я потом спрошу у подруги, нравится ли ей этот трейд. Если вам предлагают примерно такое предложение, это точно обман. И не сомневайтесь, лучше кидать репорт на этого игрока и уходить. Третье правило, это не обманывать людей. Четвертое правило, это не совершать частичный трейд. Также не использовать сторонние программные обеспечения и читы. За это вас могут забанить. Если вы попадетесь на обман, никто вам не поможет. Так как в том, что вас обманули, виноватый тоже и вы сами. Обязательно проверяйте, есть ли все наличие предложения игрока. Это тоже очень важно. Это была первая часть ознакомления с правилами трейдов. Теперь переходим дальше. Далее это получить дорогие вещи, чтобы начать продвигаться. Это довольно сложная часть, так как в Royal High происходит жесткая инфляция. И цены даже на самые дешевые вещи из дорогого стоят, как все сеты в игре. А это очень много. Что делать? Все зависит от того, ради каких целей вы играете в Royal High. Если вы играете не только ради трейдов, а еще и ради удовольствия от аксессуаров, то вам будет нелегко. Что насчет тех, кто играет ради трейдов и пытается получить самые лучшие вещи, неважно чем придется пожертвовать, то тоже будет нелегко. Но чуть-чуть легче, чем прошлый вид. Поступайте так, как вы хотите, а мы начнем. Для начала я вам порекомендую такой сайт под называемым Trade.ree. Он подходит для тех, кто не очень хорош в английском. В этом видео я показывала немного об этом сайте, так как благодаря нему можно получить скидку на практически любую вещь в Royal High. Но немногие поняли часть с регистрацией и поэтому начали вводить логины своих аккаунтов от Roblox, что является очень большой ошибкой. Говорю сразу, нигде ни в коем случае не вводить свои личные данные, например, от Roblox на посторонних сайтах, кроме самого Roblox. Говорю я это на опыте своих друзей и знакомых. Повторяю, что надо делать. Вводим любой ник, который мы захотим. Главное, чтобы этот ник не нарушал рамки и правила. Потом надежный пароль, повторяя данные от Roblox, не вводить. Делаем год рождения, которому больше 13, например, 2006. Вводим свою электронную почту, подтверждаем, что мы не роботы и регистрируемся. Вам на оказанную электронную почту приходит письмо, где надо подтвердить, что это действительно вы и вы хотите зарегистрироваться в Трейдрии. После подтверждения возвращаемся на сайт и нажимаем логин вверху. И вводим логин, который мы вводили при регистрации в Трейдрии. Когда вы зарегистрировались, нажимаем сюда и нас перекидывает на наш профиль в Трейдрии. Для начала нам надо настроить наше описание профиля. Лучше всего написать там информацию о Трейдах. Например, как это должно выглядеть. Делайте все коротко и понятно. А если вы нажмете на иконку профиля, то вы сможете поменять ваш аватар. Если вы хотите настроить что-то еще, то нажмите на шестеренку. Внизу вы сможете настроить языки, на которых вы разговариваете. Правда, оно забаканное и не все могут нормально настроить. Также есть другие настройки, если вы хотите, вы можете их испытать. Но главное, если вы не хотите случайно удалить свой аккаунт, не... Теперь перейдем к самим Трейдам. Обязательно досмотрите до конца, ребята. В конце, после объяснений, я вам расскажу, как защитить свои аккаунты от нового способа взлома. Если вы перемотаете сейчас, то не поймете ничего. Сам способ взлома и будет только хуже. Для начала попробуем получить какую-либо вещь. Допустим, мы хотим получить сережки в виде паука. Чтобы сделать предложение на вещь, повторяйте за мной. Для начала мы должны быть в отделе сцены. Там будут вещи, поставленные на продажу. Идем в продажи, поставленные менее 30 минут назад. И нажимаем на самое верхнее предложение. Если у человека ноль отзывов, то есть вероятность, что это поставленная продажа. Фейк, то есть не настоящая. Переходим на поставленную вещь в продажу. Тут есть кнопка Making Affair. Сделать предложение. Нажимаем на нее. Итак, что же предложить? Человек может около продажи поставить то, что он хочет взамен на вещь. Если вам выгодно предложить его желаемое, то предлагайте. А если человек поставит на желаемое слишком невыгодную вещь, например, Чупа Чупс или Ангел Хало, то прочитайте описание человека, потому что там написано, что значит эта вещь у него. Так сделано, потому что в листингах, так мы можем называть продажу, но попроще. Нельзя написать конкретно текстом, что он хочет, или человек, который предлагает, что хочет он. А если в желаемом все-таки и ничего нет, то тогда мы идем в Wrestling Trade и смотрим на что большинство людей трейдуют взамен эту вещь. То есть меня только в сленговом виде. К примеру, большинство людей купило эти сережки за тысячу алмазов. А значит мы предлагаем тысячу алмазов. Если вы видите, что в колокольчике есть такая красненькая точка, это значит, что вам пришло уведомление. А если вы видите, что ваше предложение все отклоняет, это значит, что ваша цена невыгодна другим игрокам, и вам надо немного увеличить цену предложения. А если вы видите, что ваше предложение приняли, то выполняем следующие шаги. Первое, вы нажимаете на уведомление, где написано, что ваше предложение приняли. Далее вас переносит в чат. Если вам уже написали по типу привет мой ник чайный пакетик 389 или привет можешь ли ты сейчас трейдаться В основном вы пишите на английском конечно же привет мой ник арматура 9 Если вы плохи в английском то текст как правильно писать в чат такую информацию вы найдете в описании этого ролика Когда человек скидывает свой ник вы ищите его профиль в роблоксе и кидаете заявку друзья После того как человек принимает вашу заявку вы просто заходите в трейд зону royal high и ждете этого человека И смотрите обязательно телефон если вы видите что человек зашел в трейд зоны раньше вас то заходите к нему Далее вы просто проводите обещанный обмен а после обмена вы просто говорите друг другу например спасибо на английском конечно же И выходите из игры и удаляйте этого человека из друзей А если уже человек который с вами менялся сделал вам отзыв просто заходите на его профиль и нажимаете сюда где вы можете сделать ему отзыв Теперь мы попробуем сами что-то поставить на продажу для этого вам необходимо определиться что вы меняете и что вы хотите взамен После этого вы ищите вещь которую вы трейдаете и заходите на страницу этой вещи Далее идем в сайлайн и нажимаем вот эту вот кнопочку после чего вы можете просто поставить то что вы хотите взамен Важно ставить правильно чтобы и вас и покупателю было это предложение выгодно Если вы поставите например 1 миллион алмазов в желаемом за сережки паука то вы вряд ли получите такое предложение После того как мы закончили нажимаем вот сюда и ваш листинг сделан Далее просто ждем уведомление где будет написано что вам сделали предложение После того как мы получили такое уведомление мы просто идем на наш профиль и переходим вот сюда И тут нам будет показываться нам такое вот предложение на ту или иную вещь Если нам предложение не нравится то нажимаем decline и снова нажимаем decline А если нам понравилось предложение то нажимаем accept и после этого нажимаем вот сюда И нам покажут наше принятое предложение Нажимаем message и нас перекидывает чат Далее повторяем те же действия что и в роли покупателя Если мы хотим отменить наш листинг то есть продажу нам надо просто зайти на наш профиль и нажимаем вот сюда И тут вы видите ваши листинки Поможем этот листинг пометить как проданное либо удалить либо спрятать либо обновить Чтобы люди смогли найти этот листинг вновь Очень важная информация о которой вы должны знать Это еще один вид обмана который забирает аккаунты очень просто Расскажу я вам все по порядку К примеру вы заходите на страницу трейда Хало вы видите что хало многие продают в среднем за 4 миллиона на данный момент этого видео Но тут вы видите что кто-то продает хало в два раза меньше А это очень невыгодно для самого продавца Вы в первую очередь думаете О наверное продавец не очень разбирается в трейдах Воспользуюсь этим Но это уже первый признак обманщика И вы предлагаете продавцу его желаемую сумму Он как странно сразу же принимает ваше предложение И пишет примерно такое сообщение Привет мой ник люблю собак 228 Ты можешь ко мне присоединиться без добавления в друзья Встречаемся около бара с мороженым Если ты не найдешь мой ник то прочитай моё описание профиля Жду тебя в игре Ну и вы естественно не находите его профиль в Раблоксе Это уже второй признак что этот человек обманывает вас Также если вы видите внизу чата написанную такую маленькую табличку Будьте осторожны Это новый аккаунт и так далее Видя что у него отзывов больше десяти Это третий признак обманщика Для удачи поиска профиля игрока в Раблоксе Вы решаетесь прочитать описание этого человека И видите примерно такое описание Если вы не нашли мой аккаунт в Раблоксе То перейдите по этой ссылке Так будет проще его найти И это уже убеждение в том что этот человек обманщик Ведь если вы перейдете по этой ссылке Вы попросту попадетесь Поэтому будьте осторожны И не переходите по подозрительным ссылкам в 3.3 Если вы не нашли аккаунт этого человека в самом Раблоксе Это уже значит что человек обманывает людей Также вы можете посмотреть лесники других игроков Если вы у такой подразительной персоны увидите Что человек трейдит все хэллы по невыгодной для него цене Это точно обман Снова повторяю не переходите по таким ссылкам Если у вас есть какие то проблемы То пишите об этом в комментариях Я всегда буду рада ответить Подписывайтесь на канал и ставьте лайки Всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok